МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отныне казахстанцы смогут следить за вывозимыми отходами. На что еще рассчитан проект? И способен ли мусор стать доходным делом? Начинаем выпуск. Полиция задержала 29-летнего подозреваемого, напавшего с ножом на сожительницу в подъезде. Все это происходило в одном из многоэтажных домов города Атырау. Мужчину задержали в другом городе. Он успел уехать в Актал. По данным городского департамента полиции, в отношении задержанного ведется досудебное расследование по факту покушения на убийство. Напомню, ранее в социальных сетях распространилось видео с камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек поджидает девушку в подъезде, а потом наносит ей несколько ножевых ранений и скрывается. Пострадавшая сейчас находится в реанимации. Сам инцидент произошел 9 июня. И с этого времени полиция разыскивала мужчину. В результате комплексных оперативно-розыскных мер сотрудниками полиции по факту покушения на убийство женщины в Актал был выявлен и задержан подозреваемый 1995 года рождения. В отношении подозреваемого ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия. Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Тимиртау Карагандинской области. Как рассказали в управлении здравоохранения, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Травмы от падения с высоты пятого этажа оказались несовместимы с жизнью. Как выяснилось, взрослые в обеденное время отвлеклись и поздно заметили отсутствие малыша. В полиции пока не прокомментировали, будет ли заведено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего и кто понесет за это ответственность. 90% спасателей в Казахстане нуждаются в жилье. Глава МЧС Чингисаринов в куларах правительства рассказал о планах по обеспечению домами сотрудников. По его словам, на сегодняшний день имеются все договоренности для решения этой проблемы. Однако на юридическом уровне вопрос остается открытым. Основная загвоздка кроется в получении жилищных выплат. По нашим прогнозам, изменения в закон мы внесем в парламент уже с сентября. Основная проблема – получение жилищных выплат. По нашему прогнозу и плану мы думаем, что решим проблему с начала следующего года. Считаем, 90% спасателей нуждаются в жилье. Поэтому для нас это главная проблема. И к событиям в мире. На юго-западе Кыргызстана ребенок погиб из-за сошедшего селя. Его унесло течением. Как сообщили в МЧС страны, сильный грязевой поток образовался из-за обильных проливных дождей. В селах Джалалабадской области эвакуировали 307. Под властью непогоды оказалась столица России. Там обильный ливень привел к сильному потопу на западе и юге Москвы. По данным МЧС, за три часа выпала почти 60% месячной нормы осадков. В ближайшие сутки там ожидаются гроза с ливнем и усилением ветра. Проливные дожди затопили дворы, а в Подмосковье вода заливает многоквартирные дома. Тем временем, по данным Рейтерс, из-за экстремальной жары во время хаджа в Саудовской Аравии от обезвоживания погибли 14 паломников из Иордании. Сообщается, что еще 17 человек числятся без вести пропавшими. Температура в Мекке и ее окрестностях достигла 47 градусов тепла. В Казахстане с этого года внедрят систему, которая позволит отслеживать все этапы сбора, вывоза, мусора, вплоть до его сортировки и переработки. Об этом заявил министр экологии Ерлан Насанбаев на встрече с общественностью в городе Алтай на востоке страны. Именно этот населенный пункт станет пилотным. Жители ранее пожаловались главе ведомства, что райцентр утопает в мусоре. Это подтвердила и проверка министерства. Поэтому там возведут завод по переработке отходов. Пока на 700 точек приходится всего две спецмашины, что недопустимо, считают эксперты. Расчеты покажут, на какую мощность производства можно рассчитывать в районе. В целом, проблема вывоза и переработки твердобытовых отходов актуальна для всей страны. В Акимаде регионов уже сформировали пулы из почти 240 проектов, 94 из которых отобраны для участия в новой программе. Десять проектов уже пойдут на финансирование. Остальные сегодня в разной степени готовности. Более 20 проектов сейчас рассматривается в филиалах фонда развития промышленности в регионах. Одним словом, мы уже с полугодия начинаем активно вкладывать деньги. И эти проекты начнутся реализовать. В целом, полностью охватить население услугами по сбору и вывозу мусора в Казахстане планируют к 2040 году. По сортировке и переработке мусора к 2050 году. Воплотить идеи в жизнь помогут и механизмы поддержки ЖАСЛДАМО. Предусмотрено льготное кредитование проектов под 3% на срок до 15 лет. Сейчас главное привлечь бизнес к этому вопросу. Ниша прибыльная, отметил министр. Тем более, что вторсырьем из Казахстана заинтересовались другие государства. На сегодняшний день на примере города Алтай мы видим, что есть проблемы по вывозу коммунальных отходов. Недостаточно техники, мусоровозов. И вот как раз бы наша программа за счет денег АУЖАСЛДАМО помогла бы району. Ну и соответственно, дальше наладить все процессы по переработке отходов. В североказахстанской области продолжаются работы по восстановлению разрушенных от паводка объектов. Одними из первых начали помогать людям восстанавливать уцелевшее жилье работники из районных мехбригад. Как только вода ушла, они сразу же приступили к ремонтным работам и сносу аварийного жилья. А тех, кто всегда остается за кадром, но продолжает трудиться на передовой, расскажет наш корреспондент в регионе Нургуль Алина. Как только отступила вода в подтопленных зонах Петропавловска, сразу же были сформированы и отправлены мехбригады из районов области. Они занимаются уборкой, ремонтно-восстановительными работами и сносом домов. Большинство из них приехали в областной центр по собственной инициативе, чтобы помочь пострадавшим жителям, как это сделал Марат Мукашев. У нас в сельском округе поступила информация, чтобы приехать в город Петропавловск, помочь людям. Я согласился, приехали сюда. Я пришел сюда по собственной инициативе, когда мне предложили поехать сюда добровольно. В составе районных бригад есть как квалифицированные специалисты, так и добровольцы-разнорабочие. Кто-то в зонах подтопления трудится с самого начала, а некоторые приезжают на небольшой период. Талгат Сегитов, заместитель Акима Олихановского района, рассказал о людях, которые теперь выполняют важную для жителей города миссию. У нас в составе бригады разнорабочие, в основном демонтаж они делают. Потом после них приступает уже штукатурщик, маляр, соответственно электрик работает. Потому что здесь надо уже работу проводить, должен быть специалист. А как бы демонтаж надо... Но все-таки все равно у нас все рабочие бригады с уклоном строительства. Перед приездом мы дали объявление, есть свои работники, знакомые, собрали бригаду, определили их зону ответственности по работе. Работы предстоит еще немало, говорят специалисты. На закрепленных за ними территориях целых две улицы пойдут под снос. В свою очередь представители Акимата сообщили, что мехбригады обеспечены всем необходимым. Финансирование на аренду жилья, питание и заработные платы входит в смертную документацию и выделяется бесперебойно. Более 800 работников в мехбригадах есть. Это мехбригада района и города. И вся необходимая техника, все имеется. Если дом признается неаварийным, то есть подлежит восстановлению, то изготавливается смертная документация, согласно смертной документации, в которой также сидит работа специалистов. Всего по городу от каждого района определено по пять мехбригад в каждой 35 человек. В каких-то микрорайонах работы уже подходят к завершению, а где-то работникам придется задержаться, чтобы завершить ремонт до первых холодов. Нургулялина, Асар Ербулан, телеканал Алматы из североказахстанской области. Знаменитый раритетный автомобиль Димухаммеда Кунаева ЗИЛ-114 отреставрировали в Алматы. Сегодня сотрудники Международного фонда Кунаева презентовали его обновленную версию. Так легендарная машина обрела вторую жизнь. Айдей Маналии о дальнейшей судьбе уникального автомобиля. Это та самая легендарная машина ЗИЛ-114, на которой ездил сам Димухаммед Кунаев. А подарил ему этот автомобиль Леонид Брежнев. Ранее он сам передвигался на нем. Стоит отметить, что данный транспорт сопровождал первого секретаря ЦК Компартии во многих важных встречах и поездках. И хотя машине почти полвека, все в ней сохранилось в первозданном виде. ЗИЛ-114 служил Димухаммеду Кунаеву 8 лет. После смерти политика в декабре 1993 года его служебный транспорт передали в Международный фонд Кунаева. С прошлого года его решили отреставрировать. И сегодня презентовали обновленное авто. Сегодня для нас знаменательный день. Мы представляем на всеобщее обозрение автомобиль Димаша Кунаева, который долгое время находился на реставрации, вдали от нас. Люди должны прикоснуться к истории, ведь Димаш Акмедович запомнился нам своими делами. Всего таких автомобилей было выпущено 113 экземпляров. ЗИЛ-114 предлагал непревзойденный уровень роскоши и комфорта. Салон был отделан высококачественной кожей и ценными породами дерева. На машине есть автоматическая коробка передач, что была редкостью для тех лет и обеспечивала высокий уровень комфорта при управлении. Эта модель была предназначена исключительно для высших государственных деятелей. Когда приехал за ним и повез его на работу, первая была моя поездка, у меня, честно говоря, холодный пот был. Я думал, как бы не ошибиться, как бы не ошибиться, потому что, как говорится, во-первых, за плечами у меня первый руководитель государства, во-вторых, это самое главное, что у меня волнение такое. Димаш Меч, когда вышел из машины, он такой был действительно чувствительный, он говорит, не нервничай, ты держись спокойно. Годы эксплуатации не прошли бесследно и раритету потребовалась реставрация. Эту ответственную задачу взял на себя Алматинский сервисный центр. За свой счет там провели работы по восстановлению ходовой части, заменили техническую жидкость, отремонтировали двигатель и обновили салон, электрику и кузов. У него, естественно, гаражное хранение в неплохом состоянии для своих лет на тот момент было. Сейчас двигатель работает, вот как часики, как говорят, двигатель шепчет. Восстановленный ЗИУ-114 будет использоваться на различных мероприятиях, посвященных памяти Дин Мухаммеда Кунаева. По словам представителей фонда, в городе Кунаев планируется создание Кунаев-центра. Там этот автомобиль станет одним из главных экспонатов. Это позволит всем желающим увидеть легендарную машину и окунуться в эпоху тех времен. В Алматы состоялась ярмарка государственных услуг для жителей Бостандыхского района. Свыше 18 представителей из разных областей провели консультации для алматинцев. По словам специалистов, разъяснительные работы повышают осведомленность жителей, что положительно сказывается на решении многих проблем. Для услугополучателей были представлены консультации по 40 видам госуслуг. Стоит отметить, что данная акция проводится ежегодно. Основная цель – это донести до жителей города о разных социальных и государственных программах. Это не единоразовая акция. Мы планируем проводить ее до конца года. Мы уже в пятый раз проводим эту акцию. Сегодня в Бостандыхском районе проводится ярмарка госуслуг для граждан. Здесь жители могут проконсультироваться со специалистами и получить ответы на волнующие вопросы. Кроме того, жителям разъясняется процесс получения госуслуг в онлайн и оффлайн формате. В рамках экологической акции «Тазах-Хазахстан» в Казалардинской области стартовал ежегодный конкурс «Образцовый населенный пункт». Он направлен на благоустройство и озеленение региона. По словам организаторов, в этом году впервые принимают участие семь районных центров. А на средства из областного бюджета закуплено 19 единиц спецтехники для победителей. В акции также принимают участие эко-волонтеры, студенты, а также молодежь из социально уязвимых слоев населения в возрасте от 14 до 35 лет. Основная цель проекта – обеспечить студентов из малобеспеченных семей работой и дать им возможность проявить себя в обществе. В рамках проекта охвачено около двух тысяч молодежи, а также в рамках из Баканура привлечено около 150 молодых людей. «Я считаю, что акция «Таза-Хазахстан» – это прекрасная возможность для молодежи с пользой провести лето. С одной стороны, польза для нас самих, а с другой стороны, это вклад в озеленение нашего родного края». На этом пока все. Увидимся вечером. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok